Ну, сейчас увидите сами. Первая штука, которую я уже демонстрировал, которую, если кто-то там обращал внимание, для Telepathy скрипки и так далее, разработку я провел на Telepathy Python, ну, это такая библиотека, которая является врапером. И мне не надо было в AppStream нет поддержки некоторых вещей, поэтому, если вы будете запускать какие-то мои экзамплы или какие-то мои штабы, которые основаны на Telepathy, нужно брать Telepathy Python, поддержку тоже у меня. Итак, захотелось нам сделать Telepathy Dict, какие действия для этого понадобились? На самом деле, в данный момент, там, поддержка самая начальная. Я бы даже сказал, что это не Dict, а поддержка Dict протокола, поддержка Thelnet протокола, ну, так или иначе. В данный момент статус это, ну, неинтересно. В принципе, для каждого протокола Telepathy, соответственно, каждый протокол, который выписываете, должен обладать каким-то набором свойств, и, ну, например, в примере DictD, то, что мне необходимо было добавить запрограммировать на базе стандартного. Протокол это просто констант, это неинтересная часть. А, все, можно вставку сделать? DictD это один из DictD протоколов серверов. Ты сделал поддержку DictD протокола, то есть не только DictD, но и других DictD серверов. Их на самом деле гораздо больше одного. Ну, самый первый был DictD, да. Спасибо за комментарий, хотя, ну, я, если честно, просто не заморачивался, но тебя, ну, не очень коронавлазительный долг. Ну, в принципе, да, я четко понимаю, что там вот сервер и порт, то есть здесь, ну, в любом сервере есть сервер и порт, там там соединение идет. Я по умолчанию заложил DictD, да, вот localhost и прочие какие-нибудь локальные, если кто-то где-то использует, тоже можно использовать. Следующая вещь, которую надо обязательно описать с точки зрения телепатии, это какого типа взаимодействия с этим сервисом происходит с точки зрения пользователя. С точки зрения пользователя, ну, общение с этим депротоколом-то, грубо говоря, обычное, текстовое взаимодействие и все. Какие интерфейсы? Ну, следующие как бы мета-описания, то какие-то интерфейсы, в принципе, мы будем предоставлять наружу для поддержки нашего протокола. Понятие групп, ну, если выраженное, вот только достаточно более подробно нужно. Я планирую то-нибудь интересное заложить. Контакт-лист, это список контактов, в данный момент заложен только контакт, там, он для... Контакт-лист, это, в принципе, стандартные интерфейсы телепатии для того, чтобы вообще получить информацию о контактах. Ну, в телепатии вообще говорят, что я вам начать взаимодействовать с кем-то, и вообще ваш хобби уже обладает такими вещами, как взаимодействие на пользователях, то есть у него пользователя может быть контакт, но он может у вас полностью отсутствовать в контакт-листе. Ну, самый отличный пример, смс-ка, посылаемая с N900, когда вы выбираете, просто посылаете ее на номер, у вас никого в контакт-листе нет, но вариант контакт с той стороны есть. Следующая вещь, которая написана для каждого протокола, это статусы, но тут для понятия дикта, ну, дикт протокола, я вспомнил только два последующих статуса, либо мы в файл, либо мы в онлайн. Теренциализации, ничего интересного. Ну, вторая часть, как бы, это объект флэкшен, который занимается инстинцируем соединения, поскольку потенциально в телепатии вы можете, на поддержку вас один демон, на поддержку протоколов, ну, по-гайти один, но можно делать несколько, может отложить несколько аккаунтов, соответственно, если вы заводите 5 джаббер-аккаунтов, то у вас один процесс за это отвечает. Соответственно, здесь передаются параметры, которые я задал, инстинцируют, ну, все это происходит в сайте, на самом деле, интересно, ставлюемый статус, и вот, конечно, у нас нет, ну, типа, претознан, то есть ничего интересного. Я, ну, в общем, все это дело испугался, сейчас я буду обмазываться, поэтому в случае в день разработки я начал делать дальше, а потом всяческий ужас, все посылаемые команды, я прежде чем считывался, я тоже ждал одну секунду, кто-то будет перейдить, такие вещи, естественно, так произвести нельзя, и, ну, так сделать совсем не стоит, но, в принципе, для proof of concept мне казалось достаточно. Соответственно, когда придет в любой терапазии паблик-коннекшн, нужно реализовать определенный интерфейс, вот, самое главное, наверное, это коннектность, здесь, по крайней мере, первое. Соответственно, когда придет чуть-два сообщения, нужно переконнектиться, вам этот статус обраматите, в зависимости от того, сейчас он в коннектность и коннекшн, и если вы еще переконнечены, мы заканчиваем соединение, вот, и там, дожидаемся вчитывания статуса. Если кто не знает, в питомской библиотеке толнетовской, read very eager, вот эта вот штука, она считывает все, что есть, но является неблокирующим вызовом. Соответственно, через, ну, вызов, агарь, как говорят, подключенный к толнету, он синхронный, в телепатии позволяет делать синхронные вещи, то есть, грубо говоря, здесь это фейковое обращение, то, что мы типа через секунду законнектимся, для других протоколов вполне может быть, что у вас, вы здесь начинаете в методе connect, а потом через какое-то время вы дергаете callback connect и жизнь библиотечна. Итого, приходит какой-то момент, результат о том, что мы присоединились, callback connect, это наш внутренний, мы вычитываем, что-то там пришлось, на самом деле, там hello сообщение от сервера, которое мы можем, ну, на самом деле, не обрабатывать. Потому что там вычитать все необходимое. Вот, идентифицируем телепатию о том, что у нас, мы прекратились в статус онлайн, идентифицируем телепатию о том, что у нас, мы сфетчили контакт-лист, как я же сказал, у нас онфейк, и там буквально из одного как-то. Интересно. Следующий, который, в принципе, предлагается, особенно, когда вы идентифицируете телепатию о том, что может быть у вас контакт-лист, когда-нибудь вам здесь контакт-листом придет. Собственно, get contact list attributes на самом деле банальный контакт, вот задан пол, какие-то контакты, группа в группу. Возвращаюсь. Лакс, смотри, протоколы, там, несколько словарей, эти словари не будут являться отдельным контактом? Ну, зависит от разработчиков. В принципе, примерно такой план является с какой-то стороны хорошим, для дальнейшей реализации. сейчас состояние более зачатное, читаю. Вот, можно считать, что это акты, да, говоря о правке сообщений, ты можешь открыть какой-то чат-рум, который, например, подключить себе часть словарей, как он, ну, и потом по правке сообщений туда, уже на своем же уровне, у себя на уровне реализации протокола, можно реализовывать логику, что такое посылать сообщение в чат пяти словаря. Вот, в какую-то интернетовскую команду или в какую-то конкретно как мы это придумаем. Вот, здесь на самом деле уже в информации о контактах в других протоколах больше объема информации можно добавлять, аватарки более полные имена, но у нас тут ничего интересует, в принципе, минимальная реализация необходимая для того, чтобы обеспечить поддержку для фронт-энга. презентс тоже аналогичная штука, у нас в статусе считается онлайн. Вот, таким образом мы телепатий, ну, реализов подобные интерфейсы, телепатий рассказываем о том, что мы, собственно, умеем. Есть такая же такая штука, я уже упоминал в прошлый раз, channel manager, это в телепатии класс, ну, объект, протокол, спецификация, часть спецификации, которая описывает то, что, собственно, как мы инстанцируем объекты. Можно считать это callback или часть API, которая у вас дергается, когда пользовались, когда вам приходит входящее сообщение или вы собираетесь там, вот, добавляете какой-то контакт. Здесь мы описываем о том, что у нас, ну, собственно, callback getTextChannel отвечает на запросы channel интерфейса текстового и, собственно, все, что нам нужно, мы создаем новый объект, новый отношение дебаса, там, дикшн и текст channel, который будет с нами общаться. И небольшой, еще последняя штука, соответственно, это объект, который описывает, собственно, наш channel текстовый, собственно, в рамках которого происходит посылка по приемке сообщений. Вот здесь для нас самое интересное, это следующий API, как send message, дебас вызов, который придет от пользователя от какого-то интерфейса о том, что нужно послать какое-то определенное сообщение. Дальше есть такое понятие, что когда к вам, ну, это как бы middleware, который работает в отдельном процессе, Google-овая программа, когда пришлет вам сообщение, она будет не знать вообще это сообщение, послали еще, не послали, что с ним сделать. И это есть, соответственно, как часть API, в самом начале, когда приходит запрос на send message, вы начинаете интернал логику, ну, для меня это фактически sleep 0, ну, точнее, синхронный вызов, как только мы сообщение отправили, а с точки зрения взаимодействия с UI мы просто возвращаем уид, наши, типа, такое-то сообщение, вот, ты мне прислал сообщение на отправку, я генерирую для него уид, я в будущем тебе на этот уид буду вешать какие-то нотификации о том, что сообщение доставлено, например. Итого, занимаемся отправкой сообщений, здесь же, опять же, достаточно просто с точки зрения толнета, в message 1.net там делят объект, дабасовский объект Ditch переходит, можно посмотреть подробнее, там внутри сообщения мы его отправляем на север и посылаем в ответ два сообщения о том, что, какое сообщение мы послали. Ну, мы посылаем информацию о том, когда мы его послали, то, что это обычное текстовое сообщение, content.art.explan и само сообщение. Все это запаковывается в сообщение и нотифицируем наш UI о том, что мы его отправили. Сами ждем секунду. Примерно через секунду мы с чистой совестью посчитываем то, что там теперь уже находится в талантшине. Вот, и опять же, в рамках коллбэка, здесь может быть какие-то другие действия для ваших других протоколов, нотифицируем сервер о том, что мы какое-то сообщение получили. Все входящие сообщения, опять же, мы нумеруем, чтобы он был уникальный идентификатор. Когда мы их получили, кто нам их прислал, ну, какой-то контакт, особенно для чат, может быть, характерно. вот какой у него тип, что с обычной освещением и, собственно, как отображить автора. Все. Соответственно, он connect-disconnect, там, контакт-лист, если надо, и посылка-приемка сообщений. Сейчас мы это попробуем того. Да, показываю. Собственно, я продемонстрировал то, что было написано. А теперь мы попробуем понять, что у нас здесь есть. Слушай, а как они, вот получается, ты сейчас запустил свою реализацию вот этого протокола, как, к примеру, КДИ-целепатия узнает о том, что этот протокол появился, что он доступен по дебасу как-то вещает об этом или оно регистрируется где-то явно. И если вот этот процесс ты не запустишь, как он узнает, что его надо запустить, если ты создал там... Для телепатии есть понятие описания того, что можно описать с менеджер файлей, который лежит в текстовом виде, описывает, какие у вас есть протоколы. Это как один из вариантов. Второй вариант, соответственно, при запуске процесса, он по дебасшине всех нотифицирует о том, что появился новый протокол. Вот, соответственно, здесь происходит такой вот запуск в мейлубом. Могут ничего особенного... Макс, насколько я понимаю, это равнозначные варианты. То есть, в принципе, можно что-то всем... Нет, тут важный интересный вопрос, что в дебасе есть отличный механизм поднятия процесса по дебас-запросу. Соответственно, мы... Создается соответственный файл для дебас, который описывает при таком-то запросе, типа, что нужно приконнектизться и так далее. Это был он и дебас. Да, он будет поднят процесс. Соответственно, что дебас, что обставки, что системы и так далее, умеют так называемые вещи делать как вейкап он дебас-кол. Так. Сейчас мы еще раз попытаемся приконнектизть к моему интернету. Давай, иди сюда. Собственно, был реализован достаточно минимальная штука. Посмотрим, что это нам дает из коробки. Итак, давайте я это удалю до красоты. И мы пойдем в порядок. Соответственно, то, что мы получаем из коробки автоматически в возможных UI-штуках интроспекцию нашего протокола. Вот он называется dict. Здесь по умолчанию заданы параметры. А dict.mova.org можешь ввести? Потом. Давай потом. Сначала рабочая демонстрация. Не будем портить план. Вот. Происходит какой-то там коннекшена. Это самое там открытие соединений. Я очень расчутываю, что оно сейчас приконнектится. Я очень надеюсь. О, онлайн. Это нам не нужно. Вот у нас среди всех протоколов, которые у меня есть, появился протокол account dict. Там, как я уже заводил, единственный протокол олл. Ой, тьфу, простите, единственный контакт, с которым мы тут уже раньше общались. История подтянулась. Это логия, да? Ну, олл это в данный момент реализовано, ну, как я уже сказал, это фактически врапер над таллентом. Если говорить честно, это не дик протокол. Это какая-то минимальная штука. Который вот, соответственно, ну, то есть я отправляю запрос, фактически здесь я достал весь ответ о том, который пришел через таллнет, естественно, ну, в дальнейших планах как-то перевести в парадик более красиво обрабатывать, тут вопрос демонстрации концепции. Сообщение отправлено, сообщение пришло в стандартном чатике, в стандартном виде и так далее. Это не таллнет, это обычный текст в TCP протокол. Ну, да, вообще, это таллнет протокол. Почему таллнет? Потому что я после каждого сообщения посылаю слэшер, слэшер, вот, и это таллнет-соединение, ну, то есть, это не... Ну, это у тебя реализация через раз для таллнет. Ну, в самом деле, это... Это же целый дик протокол. Нет, тут еще дик протокол нет, потому что... Я уже закончил, уже можно набрасывать? Леша, подожди, не знаю. Прежде чем ты начнешь набрасывать это, я хотел бы просто продемонстрировать те вещи, которые, ну, еще есть, которые, соответственно, в Телепатии получаются автоматически просто как демонстрация. Ну, то, что вы уже видели, всевозможные UI, связанные с тем, что наш список от контактов, отображения, есть история. Опять же, как я уже сказал, был благодарен, потому что, ну, я реализацией истории не занимался, но поскольку у нас в Телепатии за историю отвечает абсолютно отдельный демон, ну, собственно, единый для всех наших сервисов, и в том числе он автоматически подключил Телепатии. Например, мы с Телепатии общались вот в четверг 21-го, и вот мы тут с ним немножко разговаривали. Ну, то есть, если не принципиально, что и как происходит, принципиальный вопрос, что Телепатия позволяет вам, в принципе, многие механизмы взаимодействия с удаленными системами, если у вас получается это описать в терминах instant-месседжмента, вот, реализовать эту поддержку, после этого вы начнете получать себе на UI. Ну, я ненавижу программировать UI лично, но с точки зрения UI за счет унификации уже много чего сделано, и многие вещи у вас автоматически реализованы. Все. Да. Какой контент бэкэнд может отдавать? В каком формате? Согласно спецификации, ну, в данном инфекции, есть поддержка TEDxPlan, текст HTML, аудио и видео. То есть, или? Нет, одно сообщение может иметь и текстовую парт, и HTML парт. Мы, с точки зрения телепайта, любое сообщение это мультипарт месседж, с которым можно сойти из нескольких частей. Я в данный момент не уверен, что, грубо говоря, Ну, предполагается, что каждый разработчик может туда добавить вообще абсолютно свой любой контент-тайп. Вопрос вот тот самый, который задал Влад в самом начале, как там, с гуевыми клиентами, какие контент-тайп в данный момент поддерживают они. Если захочется добавлять, ну, поддерживать и свой контент-тайп, ну, вопрос либо написания собственного приложения, я надеюсь, я в следующий раз немножко покажу и эту сторону телепати, как примерно писать кастомные предложения, или, собственно, доработка, или использование механизмов уже существующих. то есть в принципе UI можно допилить на предмет того, чтобы они принимали новые виды контента. Я, собственно, почему спрашиваю, Детчинный протокол по стандарту может отдавать meme-ized content, то есть заголовок meme, где указан тип контента, а дальше контент. Ну, в общем, то, что мы там и plaintext, сделаем, очень часто не ограничивается, можно отдавать, не знаю, там можно видео иллюстрации там и выказать. Ну, можно и видео, вряд ли ты получишь от этого большое удовольствие. Ну, в принципе, можно, да. Ну, как бы, я больше думаю в сторону лингвы, в сторону всяких вот этих light-witmack-up языков, которые можно использовать для словарей, в сторону T, и вот интересно было бы узнать, графически это как-то можно будет потом отображать или нет. У меня вопрос, почему ты, собственно говоря, использовал не построчное чтение, а какое-то такое сообщение. Ну, дикшинный протокол в принципе работает построчно. Ты ему строку, он тебе две, ты ему строку, он тебе пятнадцать и так далее. Ну, на самом деле... Ты как-то засчитывал это дело по байт на... Ты потом сам это все фарсировал? Нет, я должен извиниться тут, если кто-то рассчитывал на что-то большое, я был очень ленивым, мне больше интересовал профи в концепт, я сделал еще очень нечестно, очень некрасиво. Вот еще она вот. Очень как-то не привычный. Когда я отправляю сообщение, вот здесь вот я отправляю сообщение, собственно, команду, ну, по Телнету, ты файл, здесь знак, хэллоу там. Я просто жду секунду и читаю... Вот мне вот это совершенно непонятно. На самом деле... Ну... Так простей написать было. Ну, так, особенно на средней ночи. На самом деле, да, я четко понимаю, что это на самом деле вот вместо ждать секунду и вычитывать весь контент, который есть, надо было вычитывать, например, read until, если я правильно понимаю протокол. Нет, у меня несколько дискомфорт. Только вот не веще скажешь, а так нормально. Неправильно, вим не бибик. Escape, двоеточие, Q, восстательный знак, Максим, не теряйся. Выходи. Запускай UMAX и имеющийся. Вот, и, соответственно, такой вариант. Ну, вот, честно говоря, я сходу не уверен, что это будет страватить. А давай поспробуем. Так я не понял, в чем смысл этого ожидания, Максим? Как бы... В смысле, почему... Ну, ему требовало не эк высчитать. Замес того, как высчитывать по неких признаках, он заработал простей. Он чекает... Простей, по строчным... Proof of concept, як нибудь працюе. Не, ну, как бы протокол дикт разработан таким образом, что, проанализировав одну очередную упрощительную строку, мы точно знаем, это конец сообщения, которое нам пишут, или еще нет. Леша, я, ну, получилось, что то, как я делал, это позволяет вообще не заниматься анализом строки. Ты не парсил ничего. Вообще ничего, да. Что пришло, то я и получил. Я потому изначально извинился, это скорее не дикт протокол, это рулет протокол в данном виде, в котором он есть. Тогда у меня еще один вопрос. Ты собираешься это довести до ума? Скорее, да. Мне достаточно интересно экспериментировать. На самом деле протокол очень простой, в общем-то, и парсинг там совершенно... Единственный вопрос, который для меня есть в данный момент, это какое направление более перспективное, потому что в следующий раз я хотел бы показать, как телепатия позволяет легко писать ботов, ну, банальных пользовательских ботов. И, грубо говоря, направление вместо поддержки к основному протоколу, оно, возможно, не такое правильное и хорошее, как написать бота, который будет хоть на Skype, хоть на XMPP, хоть на ECQ, хоть на ERC запущено, где-то на сервере отвечать. Тут вот... Для меня еще там есть вопрос о том, что удобнее, что красивее в конечном итоге. Так или иначе, экспериментировать и так далее. Ну, это по фан, мне пока интересно. Возможно, кто-то из них присутствующих хочет немножко побаловаться с питоном, с телепатией. Очень простой, соответственно, протокол, очень, соответственно, простое место для экспериментов. Слушай, оно может работать без UI-составляющей в принципе? Ну, то есть, без там empathy и KDE-телепатии? Нет, как бы никаких проблем нет. Есть ли для телепатии текстовые клиенты? Консольные? Да, консольные, да. Есть, хотя, красивые сделаны для пользователей или нет? Есть куча, нет, кругов-консертов тоже нет. На самом деле, телепатии многие используют для демонской автоматизации. Вот, есть куча скриптов, программ, заглушек, заготовок, экзамплов, которые в консоли получают сообщение, там, в консоли ты пишешь обрабатываю. Я готов это сейчас показать. Которые это достаточно образом делать. Соответственно, что касается работы в консоли, есть у тебя есть какая-то программа, которая там что-то делает, сейчас я покажу некоторые примеры. Соответственно, MC-тул, самый главный тул, это если мы хотим заниматься менеджментом аккаунта, включить enable request онлайн и офлайн. Это, соответственно, полный аналог того, что я показывал в UI добавление аккаунта. Вот, и дальше в telepathic grip есть куча потрясающих экзамплов, клиентских экзамплов, например, ну, давайте самое интересное, не знаю, контакт лист на живоскрипте. Ну, это не, ну, ладно. Ну, тут, на прошлом LVE был потрясающим... Это в Гномодзе надо запускать? Нет, на Гномжевоскрипте. Он же с Шелбан, с GGS. На прошлом LVE Антон пытался прорекламировать технологию Джонтон Распекшн, с которой, на самом деле, всем рекомендую познакомиться, потрясающее количество бинзингов в данный момент, сейчас на любой язык генерируется практически автоматически из того API, который делают на Питоне. Где здесь InShirt Channel? Xtreme. Слушай, насколько вообще использование G-Object целесообразнее, чем там просто FFI какой-то? Это позволяет тебе для любого языка генерировать бинзинки. Ну, и разработчикам и не заниматься вообще таким понятием, как что такое бинзинги? Это же не только трансляция типов, это еще и трансляция API, название функций, название методов, обрабатываем параметры. И G-Object берет на себя все эти самые сложные вопросы, как правильно строчки конвертировать из одного языка в другой, в какой момент над ними дергать G-C, когда их удалять, когда не удалять и так далее. Вот, соответственно, вот, например, простой пример демона, который там возвращает, делает сразу эхо, описанный, опять же, для телепатии. Запуск программы, описывание, какие интерфейсы, это клиентское приложение умеет решать, понимание того, что там могут приходить сообщения, о том, что какой-то ченнел открылся, что там кто-то что-то пишет, переслал. Вот, отображение сообщений, когда к нам приходят сообщения, на самом деле, наш клиент, он же их не показывает, у нас нет такой задачи на клиентском сообщении, здесь мы на самом деле просто окнолижим, что мы их получили, вот, и просто вот наш главный коллбек о том, что мы будем посылать сообщения. Соответственно, буквально пару строк того, какой может быть демон для там, большепростого эхо-протокола. Кстати, а смотри, а эти самые сообщения, которые вот так проходят, они автоматически логируются? Да. Ага. То есть, вот даже в таком виде в логи они попали. Это отдельный логгер TheBuzz Service, если мне скажу, не изменяет. Телепати логгер занимается отдельными логгами, да. Макс, у меня вопрос, а можно ли запустить одновременно два UI-а? То есть, например, KDE-telepathy, вместе с своими некоторыми дженами. Например, что-нибудь там в консоли в скрине крутилось, и это... Да, И есть более такой типичный кейс для использования телепатии, это если вы в каком-то своем приложении хотите написать механизм взаимодействия с другим пользователем, не знаю, в игрушке обмена рейтингом или там в OpenOffice, или там для чего это недавно было реализовано, в AbbeyWord'е механизм шарит редактирования документов, то фактически вам в этом вашем приложении не надо заниматься понятеном станцирования, не надо заниматься аутентификацией, не надо заниматься поддержкой протокола. Вы у себя вот просто как здесь в несколько строк чек-кода подключаетесь к телепатии, но здесь на самом деле подключение происходит. Вы просто говорите о том, что я теперь клиент и теперь я умею принимать различные сообщения, потому что на уровне себя можете фильтровать все протоколы, не все, и, собственно, грубо говоря, ваше приложение какие-то кастомные получит на уровне с вашими обычными приложениями какой-то механизм взаимодействия. Соответственно, там несколько клиентов без проблем. Для Lula есть бинзинги для твоего телепатии? Для object inspection для клиентской стороны не знаю. Надо открыть интернет, посмотреть, поддерживать телепатии. На бетоне. А для чего еще есть бинзинги? Для людей, которые более-менее полную спецификацию реализуют? Здесь надо понимать, что у телепатии есть две части. Клиентская это та, на которой принято писать вот такие вот программы, которые делаются клиентами, боссами и так далее. И серверная, которая описывает то, что если я хочу реализовать свой кастомный протокол. К сожалению, job introspection в данный момент реализован только для клиентской части. И соответственно, job introspection, насколько я помню, Lula поддерживает. Представьте, там клиентского бота тебе для XMPP, который там будет что-то делать, возможно, прямо сейчас. Что касается серверной части, перевод самого Core Engine на переписывание с C на C в таком виде, чтобы оно интроспектировалось и было доступно писать не только на питоне, но и на всем остальном. В данный момент это у них в процессе. То, что я пишу сейчас на питоне, потому что просто язык прототипирования и когда немного лет назад этот фракерный бизнес для него начали делать товарищи, правда, два года они уже как полностью до прикинь. Но, тем не менее, все еще являются рабочими. Но у товарищей весь план, то, что мы больше не занимаемся ни питоновским видов, ни ничем, мы двигаемся в сторону job introspection и потом сгенерировываем видов для всех ваших любимых языков. Клиентская часть есть уже демонстрация этого вот там, не знаю, JavaScript гномовский. И отображение контакта есть там вот там. OSRBingGGS телепатий грипп. Кстати, job поднимаются биндинги для джаваскрипта этого гномовского диалета или там подмножество. Пробегаемся по всем контактам и все отображаем. У меня, в принципе, все еще какие-то вопросы? А когда будет окончательная версия протокол клиента? Ой, как только кто-нибудь допишет. Как только в соответствующем месте на гитхабе появится соответствующий коммит. Ну, то есть, я провоцирую всех поэкспериментировать, попробовать. Гитхаб все стерпы. Ну, эхо-протокол совсем никого не заинтересовал или как-то там было неинтересно. Тогда у меня все. Единственное, что есть такое предложение, если кому-то интересно, по крайней мере, на луве было интересно, я готов продемонстрировать работающие скальпы. Маус, ты мой любимый чатер, становись онлайн. Скальпки не выдают. В смысле не выдают? Не выдают, гады. Узарелся и все. 5 долларов. Что значит не выдают? В смысле 5 долларов? Где платить? На сайте скайпа. Ну, мы приняли ваш запас и все. Вы серьезно? Да. Я спокойно купил за 15 секунд. Знаешь, это, наверное, раньше было, просто сейчас они, короче, внимательно рассматривают предложение. А что же вы хотите такое сделать? С нашим скальпитом уютненьким. С чего? Я вам не верю. Но потом проверим. зайди под анонимным юзером. Ну, там же заплодительница надо, под анонимный зайдешь. под анонимный юзером. Слушай, смотри, вот ты говоришь, там поддерживаются разные мальчифы, т.е. текстплейн, текст-хтмл. Я правильно понимаю? Ну, т.е. мы можем хранить, ну, у нас есть мальтипарт-сообщение. текстплейн будет использоваться в качестве фолдбека для html или текстплейн? Очевидно, поскольку мы реализовываем на уровне мидловария, мы отведем всю информацию, которую мы считаем нужным, там, текстплейн, текст-хтмл и так далее, а уже решение, какой контент надо обожать, принимает клиент. То есть, смотри, то есть, мы можем я бы образом сказать, что у нас вот это сообщение у нас просто действительно состоит из простого текста и из html, а другое это html, но вот это у нас фолдбек текстовый. Что такое фолдбек текстовый? Ну, то есть, если у нас, к примеру, консольный UI он html не умеет, вот у нас есть специально... Да, что такое значит фолдбек текстовый? Это значит, что твое сообщение есть представление либо в графическом, в html-ном виде, либо в текстплейне. Ну, да, это мультипарт. Ну, обычный мультипарт, соответственно. И ты в своем уже консольном приложении например, решать, что тебе рисовать. Решать, что тебе рисовать. Что ты, Максим, хочешь сейчас показать? Skype. Были вопросы? Шаманские действия по цифру, а ради чего? У меня просто там два Skype, я их путаю постоянно. Один тот, который через дебаг клиентский работает. Так они вообще ни разу не отличаются. В смысле, они отличаются. А, внешне? В списке, да. Ай-яй-яй. Вот. Ладно. Нет, трансляции? Я не таких обманываю. Секундочку. На трансляцию нет. Эти зелено-синие цвета, это дефонтный промпт в твоем баку-баку-баку-баку? Да. То есть дистрибутивный? Это Саша. Да. Противный синий цвет? Кстати, хочу вас запомнить. Мне чертаж не видно. Трансляция действительно пойдет, я с четвертой этажа сейчас своими делами занимался. Да! Как бы это сформулировать, что мне еще пароль вводит. Ну, придется... Макс, 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 Максим, когда сайт закончен, можно я про биг-да расскажу? Конечно. А когда ты закончишь? Алексей, давай лучше я про биг-да расскажу. Да? Нет. После меня, Алло. Нет. Ты хитренький. Я хитрый, да. Не уходите, а ну да. Что я раздану? У нас будет две лекции по DxD, не читайте. В общем, это вообще работает? Нет, ну я как бы тоже. Нет, Вова. Это не надо юзер-эксперенции. Чисто не надо юзер-эксперенции, ничего более. Тут просто локальная сервер установлена. Я попрошу показать, как она работает. На легендарном сервере это название кингуру будет. Ну да, это действительно легендарный сервер. Он был еще десять лет назад. Тогда? Никуда не делся. Да. Он еще в те времена так обманался. На самом деле, на самом деле, жилет как-то есть. Как это? Не исключено. Я не исключено. Я это не исключено. Нет. Тогда? Да. Вся эта новая шоу тогда была? Это сервис, тот самый демон, который отвечает за управление аккаунтом. В какой-нибудь в данный момент находится статус. Онлайн, онлайн. Это тот самый механизм, который позволяет им быть независимым. Он работает. Слушай, смотри, а что происходит, если ты какой-нибудь из этих демонов прибьешь? Они перезапускаются. Что происходит, если данные будут длиться в основном? Ну, типа, сообщение отправилось, ну, к примеру, независимое. В истории появилось, и его нет. Что-нибудь такое. Что и сейчас? Ну, то есть, грубо говоря, вот этот демон, который отвечает за, к примеру, за то, что онлайн, что онлайн. А остальные висят. Что произойдет со всем этим? А, простите. Сейчас. Как вообще целостность этой схемы? Я забыл запустить, что самое главное. Сколько? Да. Легкая волна. Сейчас я запущу. Пользователь Е-Макса здесь есть? Я. Ты? Один, да? Жалко. Жалко, что только один. Ну, я, можно сказать, сказал, я бы с Иволом пользовался. Но с Иволом был сейчас. Чем? Ну, Ивол. Знаешь такое, что там? Реализация вилов внутри Е-Макса. А, ну, я слышал, но я никогда не подумал. Я слышал, но я никогда не подумал. Очень правая штука. Очень правая. Предатель. Предатель. Вам не нравятся наши Ростопырки? Да. Хороший ты парень, Душа. Густа, у тебя хорошая музыка душевная. Ну, вот эти вот помпы свои брось. Соответственно, скайп-кейт запускаем. Не извиняюсь, забыл запустить сам скайп-кейт. В телепатии... В предательном судьбе не должно не уверенствовать сам. Вот здесь у меня лагирование о том, что сейчас происходит. В телепатии... Это не более чем добавочный вывод. Вот мои скайп-контактики. Да. Маус и сообщения. Реклама там выше, выше. Маус, пришли картинку. Ссылку на картинку. Только помнишь, что её покажут по телевизору? Я хотел бы просто продемонстрировать, если кто не видел то, о чём я говорил, что на самом деле вот эти все гуёвые клиенты, они для телепатии достаточно опаскую круну. Там разработчики не занимаются такими герундами, как поддержка конкретных протоколов. Они начинают наворачивать всякие красивые фичи, которых на самом деле иногда не хватает. Вот, например, Маус прислал ссылку на картинку. Когда я телепатию, я сразу вставил в сообщение. Ну, и, собственно, свой единственный смысл, где я это вижу. Вот, это уже не тот самый мультипарт. Мультипарт между техническими отношения. Это просто уже такое вот предложение решил отобразить. Причи могут быть абсолютно различные, там, ну, это уже как работчиком UI. Вот. Максим, у меня к тебе, собственно, вопрос. Ну, я полный чайник в ваших этих скайпах. Вот. Поэтому интересно, в какие дистрибутивы входит уже нечто готовое до блондинки в плане альтернативных скайп-клиентов? Ни в хайке, ничего. Ни в хайке. То есть, вообще никуда ничего. Только доступный клиент. Есть единственная альтернатива скайпу. Все остальные клиенты скайпа, ну, они обладают тем свойством, что у скайпа есть открытый API про то, как сделать собственный клиент, который позволит уже взаимодействовать со скайпом. Но все равно скайп должен быть запущен. Да, скайп должен быть запущен. Причем, ну, в некоторых дистрибутивах есть, так называемые биндинги для пиджина, которые, в конце концов, есть вариант для телепатии, но там есть ограничения с этими биндингами. И невнятно, какая там получается лицензия, ну, всей этой схемы, которая там получается, и в коммерческие дистрибутивы, в принципе, не включают. Я не понял, что же скайп должен быть запущен? Ну, то, что сделал я, это у меня сейчас запущен, ну, скайп не запущен, он работает демон. Альтернатив, который использует именно скайп-кит, нет вообще нигде. Вот, и есть вопрос, можно ли вообще их использовать в председательном соглашении. То, что есть в некоторых дистрибутивах, это мне не нравится скайп-интерфейс, я согласен с иметь скайповский интерфейс запущенным, но чатиться я буду врагом пиджины, например. Ну и как же он у вас работает? Я использовал вариант, который, пиджиновский клиент подключается к Repurple. Я в курсе, как он работает. Нет, я использовал вариант, который не к пиджину, а, ну, фактически, который включил, расширяет пиджин, как, ну, библиотеку Repurple, который у меня сейчас сидит в скайпе, подключал к телепати через телепати в Азии, и после этого он у меня, в принципе, работал. Нет, потому что в чистом виде, в пиджине, я пиджином пользовался там, наверное, уже 5-7, но не живой там, еще с гаджиком он там был. Но когда появился скайп, я поюзался и подумал, ну, чтобы в одном окне все было, но иногда сообщения у него... Могу посоветовать попробовать перейти на телепати и использовать тот вариант именно через телепати в Азии. Это самое. Слушай, а насколько API, которая скайп-китовская, ну, такую же, как API, которая через дискотки... Оно полуфункциональное. Единственный момент, который есть, который я там стараюсь избегать и который... Есть предположение, что я нарушил очень много частей лицензионного соглашения, когда вообще код, который использует скайп-кит, выложил в паблик. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду, вот, допустим, есть некая библиотека, или там не библиотека, а там, ну, что-нибудь, что работает с API, которая предоставляет доступный клиент. Вообще, API там полное. Если я там доступный клиент и вместо него засунул скайп-кит запущу, сможет ли оно работать так же? API полное. Попробуйте потратить 5 долларов, я перепроверю сейчас там действительно все закрыто или нет. Оно полуфункциональное. Это то самое SDK, которое они предполагают для... Они вот для чего делают? Для разработчиков железо. Для встраивания в телевизоры и в любую кассовую электронику. Я просто имею в виду, что там, как бы, возможно, какие-то другие функции, другие интерфейсы, которые... Какие интерфейсы? Это новый. Ну, то есть там... Это... Вау! Вау! Это... Жерди кремируют дедушку. Просчитай, что там есть. Жерди кремируют дедушку. Да, вы ездили сели на лестнице, да? А мне верьми сподобалось, что там это самое... Кто это на концерте, объясните мне? Жерди! Они кремируют дедушку. Жерди кремируют дедушку! Как дети? И что нарисовано? Жерди кремируют дедушку. Ну, там дедушка надо. Ну, то есть, смотри, то API, которое вызывает функции, которые у десктопного клиента, они же реализованы в SkypeKit. Да. То есть, можно запустить SkypeKit с десктопным клиентом вместо SkypeKit? Нет. В смысле? Я могу параллельно запустить Skype, они будут вместе работать. Нет, хотя бы у этого самого SkypeKit более широкая API, чем у десктопного. Может быть, не знаю. Но SkypeKit точно он позволяет пробрасывать аудио и видео с несколькими механизмами. Нет, просто вопрос был скорее больше в том, если, допустим, запускают тот же Pigeon с всеми, которые предполагают использование десктопного Skype, если этот десктопный Skype выкинуть, запустить Skype, станет ли оно работать автоматически? Ну, надо четко понимать, что у десктопного Skype API дебасовская, а у SkypeKit API предполагает написание кода не через дебас. То есть, это вообще разные все-таки. Да. Ну, с точки зрения API разное. У них набор функционал лазерковый. Но, где можно SkypeKit предполагает, либо ты компилируешь библиотеку, подключаешь ее к своему суперизору Java.net или Python приложению. Вот. Вот. Какие еще вопросы? Потому что плаусы на мир истории более демонстративнее. Это за сегодняшенько вот. Опять же, я ничего не делал, но оно есть. Из полезных свечей SkypeKit, Skype, в принципе, не позволяет запускать два клиента на одном компе. Но, с точки зрения Skype, SkypeKit – это не Skype, а что-то отдельное. И на всякий случай, особенно в данный момент, если кто-то будет использовать, можно запустить Skype рядышком. И, собственно, одновременно будет работать и Skype. Слушай, кстати… И вот Макс. И SkypeKit. И вот, кстати, Skype. Они же между клиентами, ну, клиентами Skype, они уже имеют между собой историю. Да. Как это со SkypeKit работает? SkypeKit работает следующим образом. В запуске, собственно, SkypeKit, в него приходит нотификация. Я получил список сообщений, которые, ну, получи, пожалуйста, список сообщений, которые ты раньше не получал. А дальше, собственно, можно на своей стороне, готов их обрабатывать как угодно. Ну, в телепатии можно это самое, скормить вот эту вот историю, которая… Да, с точки зрения, ну, как у нас работника, это видной incoming сообщение, которое было послано час назад. А. Классно. Ну, это уже up to UI интерфейсы и так далее. С точки зрения телепатии, да, ну, приношности телепатии о том, что было сообщение. Вчера, позавчера и так далее. Оно либо выстрелит это в интерфейс, либо, ну, тоже к разработчикам я как-нибудь обрабатываю сообщения, которые приходили, там, день назад, полгода назад в случае Skype. Кстати, а это самое, есть такая штука, как прочитанное сообщение, как прочитанное? Ну, вот… В скайпе, в точеч зрения скайпе есть такое понятие атрибута сообщения. С точки зрения телепатии, я имею в виду… Ну, то есть… С точки зрения телепатии на каждое сообщение, как я уже показываю, подписываем уидом, а потом я буду уже нотифицировать о том, каков у него статус. Понятие прочитанного сообщения есть, ну, в спецификации. Насколько его все активно используют, я не уверен, насколько его правильно вообще используется. Ну, скажем так, когда я запускаю эмпатии, направляю местные телепатии, у меня не будет возникать Bumble, то что… Те самые эмпатии, с кем Bumble, которые говорят новое сообщение. Но такого уже нет. То есть, на самом деле, даже нотификации, которые здесь показывают, показывают ваши, ну, доставленные вайроненты, они, на самом деле, с точки зрения телепатии могут быть абсолютно отдельными программами, и, собственно, они… Как еще один клиент, который всего лишь принадлежит сообщениями, и их иногда показывают. Нет, то есть, это просто через лидные цифры, я имею в виду отдельный… Ну, здесь лидные цифры… А через эмпатийский вид бинт, динфикация в том, что… Получилось или нет. Например, блогер, очевидно, сколько вы эти сообщения не запускаете, логируете только одно сообщение. Именно поэтому все сообщения мы стараемся подписывать, те, которые мы отправляем, каким-то абстрактным уидам, и те, которые получаем, каким-то абстрактным айдишникам. Все, еще какие-то вопросы мысленно говорить? Ну, тогда на данный момент у меня все. Чичто на ловите в туарах. Потому что, что ж, что знаю…